МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Базовый вертолет советского военно-морского флота К-25 стоял на вооружении более 30 лет. Огромные потенциальные возможности его развития были реализованы в новых моделях Камовского КБ. К-27. Наследник славы первых противолодочных вертолетов в фильме «Оружие». Вертолеты, предназначенные для базирования на кораблях советского военно-морского флота, традиционно разрабатывались в конструкторском бюро Николая Камова. Это было связано с особенностями конструкции винтокрылых машин соосной схемы, избранной в этом КБ. Ограниченные объемы корабельных трюмов, ангаров и излетно-посадочных площадок, жесткие условия эксплуатации мало соответствуют возможностям вертолетов классической одновинтовой схемы. За годы применения на флоте основного противолодочного вертолета Ка-25 выявились не только достоинства этой машины высокая маневренность, простота в управлении, но и недостатки, в первую очередь, малая грузоподъемность, дальность и продолжительность полета. Это привело к необходимости срочной модернизации вертолетного вооружения советского военно-морского флота. Время ставило перед конструкторами новые задачи. В начале 80-х годов в планах стратегического противостояния США и Советского Союза резко возросли роли значения атомных подводных лодок. Океанские просторы рассматривались Пентагоном как плацдарм для нанесения ракетно-ядерного удара по территории СССР. На вооружение военно-морских сил стран-членов НАТО, в первую очередь США, поступили новые мощные субмарины со стратегическим ядерным оружием на борту. В этих условиях руководство Советского Союза предпринимало ответные шаги по оснащению военно-морского флота современными боевыми кораблями и подводными лодками. Отрабатывались новые методы поиска и уничтожение субмарин на больших глубинах. Основную роль при этом играла противолодочная авиация. Флот нуждался в новой винтокрылой машине, которая служила бы не просто глазами боевых кораблей, но и надежным щитом от возможных ударов противника с моря, из-под воды и с воздуха. Требовалась многоцелевая универсальная машина, способная решать целый комплекс тактических задач на море. Военные моряки хотели получить вертолет, способный к ведению боевых действий в автономном режиме, на удаление от кораблей базирования не менее чем на 200 километров. Новая машина должна была стать одним из важнейших элементов защиты страны от ракетно-ядерных ударов противника со стороны моря. Перед конструкторским бюро была поставлена задача создать мощный, хорошо вооруженный охотник за атомными субмаринами потенциального противника. За основу будущей машины был взят К-25, который хорошо зарекомендовал себя за годы эксплуатации на флоте. К предварительной работе над машиной нового поколения инженеры и конструкторы бюро приступили еще в 1968 году. Позднее проект получил обозначение К-27. На его разработку, создание опытного образца и проведение всего комплекса летных испытаний ушло около 10 лет. Вертолет совершил первый полет 24 декабря 1973 года, через месяц после смерти основателя КБ Николая Камова. Летно-тактические характеристики, в частности, дальность и продолжительность полета, увеличились на 30-40%, а более мощные и надежные двигатели обеспечили высокую безопасность полета. На вертолете установили самое современное по тем временам пилотажное, навигационное и противолодочное оборудование. После летно-конструкторских испытаний были проведены летно-морские, 109 взлетов и посадок на палубы кораблей. Новый вертолет получил отличную оценку членов Государственной комиссии и был принят на вооружение Советского военно-морского флота. В 1977 году началось его серийное производство. К-20Си. Корабельный многоцелевой вертолет. Название по классификации НАТО «Хеликс». Максимальная взлетная масса 12 тонн. Длина 12,3 метра. Высота 5,4 метра. Диаметр главного винта 15,9 метра. Силовая установка. Два газотурбинных двигателя мощностью по 2225 лошадиных сил. Максимальная скорость 290 километров в час. Динамический потолок 5000 метров. Практическая дальность полета 750 километров. Экипаж. Пилот, штурман, оператор. Полезная нагрузка. Три пассажира или 4000 килограммов груза в кабине, либо 5000 килограммов на подвеске. Боевая нагрузка. 800 килограммов в отсеке оружия. Вооружение. Две противолодочные торпеды, глубинные бомбы. Возможно установка двух противокорабельных ракет или двух пусковых установок неуправляемых ракет. За создание боевого корабельного вертолета Ка-27 в 1982 году коллектив его разработчиков был удостоен Ленинской премии. С появлением новой винтокрылой машины на вооружении военно-морского флота эффективность противолодочной обороны советских кораблей океанской зоны значительно возросла. Создана машина Ка-27. Ка-27 имеет разные варианты. Ударный, поисково-спасательный, разведывательный, который щупает море. И вот эта система кораблей, система вертолетов на этих кораблях обеспечит поиск, обнаружение, распознавание целей и уничтожение. В состав вооружения отдельных модификаций Ка-27 вошли и крупнокалиберные пулеметы. Это дало возможность использовать машину в качестве вертолета огневой поддержки подразделений морской пехоты. Для борьбы с надводными и подводными целями на борту 27-го разместили самонаводящиеся торпеды и ракеты-торпеды двух типов, которые могли оснащаться ядерными боеголовками. Скоростные подводные ракеты-торпеды предназначены для поражения надводных кораблей и подводных лодок. Высокая скорость движения достигается за счет применения подводного реактивного двигателя, работающего на твердом топливе, и движения ракеты в воздушном объеме, что снижает сопротивление воды. Вы понимаете, последние торпеды, это вот ноу-хау всей нашей страны, вы знаете, она идет под водой, торпеда, со скоростью, близкой к скорости самолета. Можете такое представить? Под водой. Вот за этой ракетой, кстати, она вот аэродинамику и гидродинамику делала здесь, у нас, в ЦАГе. Это только в ЦАГе. И нигде в мире этого нет до сих пор. Хотя принципы известны, как это делается. Принципиальные решения естественны. Вот попробуй это сделать. По сравнению со своим предшественником Ка-25, взлетная масса нового вертолета была в полтора раза больше. Но это не ограничивало его возможности при выполнении самых разнообразных задач на море. Скорее наоборот, вертолет стал более эффективным в боевом и техническом отношении. Зарубежные эксперты назвали этот винтокрылый аппарат боевым виртуозом. Машина способна маневрировать и применять оружие при любых погодных условиях. Даже сильный шторм не является помехой для прослушивания морских глубин и длительного зависания над конкретной точкой мирового океана. Характеристики 27-го таковы, что их до сих пор не могут превзойти машины ведущих авиационных фирм Европы и США. На вооружении военно-морского флота стран НАТО находятся вертолеты производства различных фирм. Среди них лидирующие позиции занимают американские Сикорский и Белл. У них вертолеты морские, более легкие. Есть тяжелый транспортный вертолет, но это не морской для вот этих операций. У них есть транспортный вертолет СИЭЧ-53, СИСТЕЛИОН такой называется, СИЭЧ-53. Но это просто грузовик. Это машина, которая не является боевой. Он перевозит грузы на корабли, вооружение, солдат. Ка-27 получил новый несущий винт. Он был изготовлен из полимерных материалов и пластика, полностью заменивших металлические сплавы. За счет этого был значительно уменьшен вес машины, а ее живучесть возросла. На вертолете установлены совершенные системы радиоэлектронной разведки и гидролокации. Это оборудование занимает гораздо меньше места в кабине пилота, при этом значительно эффективнее аппаратуры предыдущего поколения. Ка-27 обладает высокой живучестью. Даже при выходе из строя одного из двигателей, вертолет способен успешно завершить выполнение боевой задачи и вернуться на базу. По бортам фюзеляжа размещены надувные баллонеты, обеспечивающие плавучесть в случае вынужденной посадки на воду. Причем они наполняются воздухом всего за 4-6 секунд. В случае аварийной посадки на воду машина сохраняет плавучесть в течение времени, достаточного для того, чтобы экипаж покинул машину. Вертолет может взлетать и садиться на борт корабля даже при сильных порывах ветра в условиях шторма. Используя бортовое радиоэлектронное оборудование, Ка-27 успешно работает в ночных условиях. Над поверхностью воды полностью лишен и виден кориентир. А вертолет Ка-27 улетает на 200 километров ночью и ночью садится на корабль в автоматическом режиме. Я такое можно представить, не летчик ведет его на корабль, а автоматика ведет. К 1981 году Ка-27 были развернуты на эсминцах и ракетных крейсерах, на вертолетоносцах Киев, Минск, Новороссийск и Баку, а затем на авианесущем корабле адмирал флота Николай Кузнецов. Поставлено в войска более 100 вертолетов. Машина также экспортировалась в Индию, Китай, Сирию, Вьетнам, Югославию. Сегодня Ка-27 стоит на вооружении нескольких стран мира. Кроме того, он успешно применяется в гражданских модификациях. Продолжение рассказа о винтокрылых машинах КБ Камова в следующем фильме «Оружие». КОНЕЦ КОНЕЦ